Больше сотни деревьев под вырубку ради благоустройства госучреждения. В редакцию новостей 7 канала обратились жители Зеленой Рощи. Они рассказали, что сегодня в их дворе на улице Комарова варварски спилили полувековые ели и березы. Вырубленный парк расположен на территории здания соцслужбы, которое уже несколько лет ремонтируют. А сегодня утром рабочие начали там выкорчевывать деревья. Объяснять свои действия строители отказались. Чтобы приостановить работу, людям пришлось вызывать полицию. Но до приезда участкового рабочие успели спилить десятки кустарников и взрослых деревьев. Вот мы покупали деревья и привозили, все это закапывали, все закапывали. А потом постепенно еще и само разрастло, ухаживали. А вдруг вот такое. Я увидел, прям понимаете, как будто сердце моё жевает от боли. Жалко мне их сильно, это деревья. Мы живем в Кразовском районе. Полно котельных вокруг. Здесь мы дышим. Посмотрите, вот для всех, для всех домов это просто зона, зеленая зона. Подрядчики от комментариев на камеру отказались. Мы обратились к заказчику работы управления капитального строительства Красноярска. Там объяснили, вырубка согласована. По плану благоустройства строители должны уничтожить 104 дерева, больше 40 квадратных метров кустарника и более полутора тысяч квадратов газона. Все это нужно, чтобы укрепить фундамент здания. Несколько лет назад его признали аварийным. Проект прошел госэкспертизу и такая зачистка территории, заверили в управлении, необходима для соблюдения правил пожарной безопасности. Представьте себе, дерево будет расти на расстоянии метра даже от окна. А в этом окне, из этого окна нужно будет эвакуировать жителей. То вы представляете, дерево создает какую опасность. Не дай бог такая ситуация возникнет. Но давайте все-таки проявлять разумность в определенных вещах. То есть, если дерево возможно будет сохранить, и оно находиться будет на расстоянии, которое даст возможность для будущей эвакуации возможной из здания, то мы его на том месте и оставим. Управление капитального строительства пообещали, что контролировать ситуацию на стройке ежедневно будет специалист технодзора. Если у жителей возникнут вопросы, их можно адресовать напрямую в управление. Активисты же написали сегодня заявление в прокуратуру с просьбой провести проверку. Если и это не поможет, готовы выйти на митинг в защиту парка.